Доброе утро всем! Вы на канале Семья Саверченко Влог. Вот наш YouTube канал. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Так, ну давай, сфокусируйся. Ну, сфокусируйся. Вот, сфокусируйся. Семья Саверченко Влог. Смотрите, новая функция на YouTube появилась. Теперь эффект прямых трансляций называется премьера. То есть вы запланируете любое видео, на определенное время вставите время, когда оно выйдет, и у вас такой создается эффект. Вы можете настроить обложку канала, и тут рядом появляется чат. И люди сразу получают уведомление заранее о том, что у вас выйдет трансляция. И уже могут начать что-то в чате писать, лайки вон ставить, хотя видео еще не вышло. И, грубо говоря, они ждут, когда начнется ваш эфир. Таким образом, вы можете ставить свое потоковое видео обычное, которое вы там влоговское делаете, но при этом быть онлайн с жителями, общаться с ними в чате, если хотите. Если не хотите, то чат будет просто сам происходить, и вы потом найти вопросы, все ответите, когда уже видео загрузится. Интересно, по-моему, вкусно, да? Мы тут подготовили видео на вечер. У нас идет процесс приготовления пищи. Что мы будем кушать? Мам, смотри, что Макси сделает. Сейчас посмотрю. Рис, овощи и рис, да? Пойду Максу с нами. Максик, глопус. Что, Максик, ты делаешь? Максик, ты так кушаешь салат. Максик, ну как же ты так кушаешь салат, а? Все, всем пока, я пошел на Уршу. На Уршу? Давай. Максик, где Леша? Леша, я не знаю. Некоторые могут подумать, что только муж у меня готовит еду. На самом деле, именно в то время, пока муж готовит, я могу снимать. А у нас сейчас с Максиком по плану помыть коляску. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, мы уже вернулись из Шарм-эль-Шейха. Но так как у нас влог выходит чуть-чуть с опозданием, день-два, то мы будем мыть коляску сейчас. С Максиком я вам это покажу. Как мы это будем мыть и покажу, в каком состоянии у нас сейчас коляска, потому что это уруткий ужас. Мы вышли. Из дома вышли, сразу козочки такие, что-что-что, что-то нам дают, что дают. Ничем не даем, ешьте свой картон, он верблюдо чешет. Смотрите, как вырос уже верближанок. Вот у нас, значит, коляска такая вот досталась нам, я уже говорила, из Израиля, из Элата. Она была в таком плохом состоянии, ну, внешне. То есть она целая, у нее все рабочие. У нее рабочие колеса, рабочая даже сетка вот такая, знаете, есть немножко обозранная, но такая была более-менее, да? Вот. Ну и мы ее, в общем, мыли, 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 хорошо помыли, и она была более-менее. Здесь вот у нее были, видите, здесь косяк такой черный, он не отмывается вообще. Это все уже здесь потрепалось. Вот, и вот здесь у нее немножко была порвана ручка, я заклеила это все черной изолентой. Здесь тоже порвано, но как бы я не стала заклеить, потому что Максик не особо заморачивает. И, в общем, смотрите, до какого состояния довел ее сейчас Макс. Я ее мыла, наверное, недели три назад. То есть все полностью помыла, она была высокая, черная, хорошая была. Смотрите, сейчас что. Видите, все опять черное, следы грязные здесь, потому что Максик ногами встает, вперед смотрит и едет на коляске. В общем, мне нечестно ее помыть, потому что мы едем в шармрешенье, и должно быть все более-менее приличное. Ну и вообще надо периодически мыть, он же там сидит, спит в ней и так далее. Да, Максик? Начинаем? Начинаем? Вот, агентка. Мута посадите берем? Давайте местом возьмем, возьмем? Метцем. Тönнет, не скажи. Метцем. 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 Надежали сразу, надежали. Года. Развела специальное средство, чтобы можно было помыть все это. Но я думаю, что я прям буду ее поливать, потому что здесь хранить водой, и буду набирать силу воды, и все на тему в общем средства буду намыть. Прямо так вот, знаете? Прямо ее поливать и мыть. Потому что по-другому не получится. Хорошо, что есть солнце, и можно все это помыть и потом все это высушить. Так, ну вот, друзья, мы закончили мыть коляску. Сейчас поставлю ее на солнце. Я ее поливала водой просто, потому что, слава богу, здесь у нас жаркое солнце, и можно ее ставить, чтобы она сушилась. Ставлю-ка я ее на солнце. Куда бы ее поставить? Давайте туда поставлю, здесь солнце сейчас приедет. Куда бы поставлю? Сейчас покажу, как она стала чуть получше. Выглядеть, конечно, не совсем. Вот здесь вот черная штука, здесь так и не отмывается, но это уже такие, знаете, следы древности, старости. Но зато внутри все стало получше. Так, вот так все открываем. Сейчас поворачиваем ее на солнце, значит. Ручки помыли, все помыли. Все это потом еще стряхнем. Так, вот так вот делаем, значит, на солнце, чтобы она стояла, проветривалась, сушилась. И здесь все стекало тоже. В общем, нормальный вариант коляски. Максик не помогал. Уделали вон там всю эту, всю территорию, да, Максик? Максик помылся, беговел, помогал мне мыть колеса. Сейчас, правда, толку никакого. Вот такая вот изи-бэби колясочка. Поставили наш автомобиль сушиться. Да? Нет. Пойдем, что у тебя там на глазки? Что там что-то сидит, такой грязненький, да? Все? Все хорошо? Видите, какой у нас классный беговел. С рисуночками, с рыбками. Мы, по-моему, его показывали же, нам его все нравится. Нам друзья дали погонять. Вот территория, кстати, большая наша, на которой... Здесь иногда убираются даже, они бедуины приходят, сюда убираются. Здесь вот можно костерок жить. Это вот непосредственно наш дом. Большая. А, пойдемте я вам баки покажу. У меня тут вопрос наверняка у всех возник. Когда я сказала, что вода кончилась, каким образом она поступит в дом. Я вам сейчас покажу, каким образом у нас здесь баки устроены. Еще ни разу не показываю. Смотрите, здесь за домом есть такие баки. Три больших бака. Видите, вот один бак. И вот они, два наших больших бака. Внутри они, конечно, выглядят почище, чем здесь. Ну, точнее, внутри они чистые. И вот там находится вода. Там находится. Надо, конечно, заказывать службу, чтобы мыть. Вот. И вот в эти баки, значит, раз, два раза в неделю. Три раза в неделю. Паша мне подсказывает. Три раза в неделю по трубам, значит. Не знаю, по каким из этих труб, но по каким-то из этих труб поступает вода. Смотрим, да? Вот она там, вода. Вот она там, видите, полный бак воды. Вот. И, значит, эта вода поступает сюда, набирается. И когда она заканчивается, ты сидишь без воды. Вот, кстати, смотрите, труба, которая идет до второй этаж. Там тоже есть туалет, но он не сделан. То есть если захотеть, можно подцепить здесь трубу. И на втором этаже тоже в туалете будет вода. Вот. Все сделано, конечно, так себе. Тяп-ляп. Ну, как сделано. Здесь сухой климат, сухая погода. Вон у нее овечки. Смотрите. Тюка-тюка-тюка-тюка-тюка-тюка-тюка-тюка-тюка. Да ну, не хочу я их трогать. Они такие смешные. Но, знаете, наши вот эти козы и овцы, они за забор не выходят, всяким мусором не питаются. То есть их кормят только вот отходами, очистками еды, картоном. Ну, там какой-то специальной, видимо, еще едой на них. Эй. Смешные. Смотрите, этот овячик вот этот вот родился две недели назад. Эй, эй, дружочек. Дружочек. Смешной. Эй. Эй. Вообще, очень хорошо здесь у дома прибираются. Тут они, видите, прям все граблено, число. Здесь никакого мусора, никакого нет, никакого нет, ничего нет. То есть наша территория. Такой вот какой-то картончик здесь валяется. Ну, это понятно, ветром разносит его. Ну, и вот наша территория. Сегодня у нас день сбора вещей. Так как мы уезжаем в Шерм и Шейх. Ну, в общем, покажем вам. Перебираю тут вещи, которые брала еще в Элате, в магазине там в одном. И, значит, смотрите, какую рубашку отрыла Максику пока у нас тут. Максик, ну-ка покажи, покажи свою рубашку, покажи. Покажи, какие у нее пуговички большие, зеленые, красивые. Нравится тебе? Ой, какая рубаха, модный парень. Мне не жарко будет, не так, как в футболках. И я хорошо проветриваться. Поедем вот завтра. Возьмем с собой, да, рубашечку? Вот какая. Ну, папа, смотри, ответ. Привет! Едем на пару дней всего в Шерм и Шейх, но надо ждать с собой купальники. Нас пять человек, все-таки все в один чемодан берем. Гитару с собой нашу красавицу не берем. И Максик пока тут перебиралась, значит, устроил мне вот это веселье. Вообще огонь. Терпеть не могу собирать мелкие детали по всему дому. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть дети, как вы с этим справляетесь. Позволяйте ребенку самому играть в эти детали. Помогаете ли вы ему собирать или нет. Вообще, Максик может собирать. Когда я говорю конкретно с Аберитом, вот эту вот вещь вот в этот ведро. Он берет ведро, и видите, он тут... Я говорю, иди пособирай. Он пособирал. Только он не конструкторов собрал мне тут, а машины все сложил. Ну, тоже молодец. Тоже аж сортировку своего рода. Надо больше всяких, видимо, этих самых. У нас пакет пока складывается, надо какую-то коробку придумать. Да, Максик? Максик будет кушать все. Будем кушать сейчас с ним в суд. Это я еще готовлю с рисом, что это у нас очень простое. И так как у нас в холодильнике, я уже показывала, да? Вот мы Витя почесла, череполки прибрала. Конечно, грустно, что вот это все такое старое, вот это все остается, не отмывается, и что-то стелить. Ну, как есть. Пока что вот у нас тут ракушки всякие, разные баночки с чаем. Мятный чай, ромашка, каркаде. И тут разный чай, вот просто разные травы. Местные, я даже не знаю, если честно название, но очень вкусные чаи такие, специфический запах у них. Здесь у нас, видите, богини. Наверное, кто это? Не знаю, Ганеша? Лакшми? Кто-то из этих вот, в общем, индийских богов-то осталось в этом доме. Вот ракушки очень большие, красивые. Это звенит, как море, знаете. Звучит очень приятно. Ракушка. И вот тут мне нравятся эти сплетеные корзинки здесь такие. Их можно мыть. Я мыла их здесь. В крупных, ладно, что-то еще. Видите, все освободилось, все пустое. И вот привезем сюда. У нас будут наверняка здесь полки с фруктами опять, с продуктами. Вот, с этим всем. Помыла холодильник. Будем кушать. Мы сейчас с Максиком прогуляться. Максик, не надо, передом пошли. Купить печеньки решили и мороженое сходить. Да пойдем скорее печеньки покупать. Вот так вот пойдем. Садились с Максиком, значит, вышли. Гуляем. Максик, на дорогу ходить не надо. Иди в стороночке здесь, потому что иди. Хорошо? Машина быстро ездит. Ну, давайте, поди Максика за ручку возьмем. Он нам туда вот идти, потому что у меня еще мусор во второй руке. Вот мы пришли в магазин Свиномаркет, который находится недалеко от нашего дома. Здесь очень много всего. Большой выбор. И не такие дорогие цены. Мы здесь обычно покупаем всякие вкусняшки. Сыр, может быть, тогда. И можно купить что угодно. Тут можно купить сок, все различные продукты, различные печеньки. Вот мы берем обычные печеньки. Вот такие. Такие мы возьмем печеньки и мороженое. Здесь можно, видите, все что угодно купить. Карибо. Здесь можно купить хлеб различный. Всякие круассаны, печеньки. Вот эти вот любимые наши, а мы такие обычно едим, круассаны. Но еще я люблю голубые. Здесь нет таких, которые я люблю, поэтому не будем брать. Здесь различный вот хлеб, пожалуйста, продается, какой хотите. Есть европейский, такой самый дорогой, кстати. Вот такие булки есть. Сухари есть. Сыр, даже, кстати, разный. Пожалуйста, сыр, вот. То есть они готовят его из, ну, обычный сыр. То есть можно купить любой. Чеддер, видите, там что-то еще. Но это все тоже очень дешевое удовольствие. Колбасы здесь есть, пожалуйста. Из-за того, что европейцев много живет. Много различных сыров. Сметана есть. Видите, вот это вот сметана. Это в оранжевой банке, это сметана. Вот это йогурты различные, из которых можно взять творог, говорят местные ребята. Пожалуйста, всякие различные сыры, молоко. А, это не молоко, это сливки. Сливки. Все, все, что хотите. Обычные вот чистящие средства. Шампуни всех брендов, которые только и можно. Так, тоже есть гиенические средства. Приправы. Можно, кстати, здесь покупать. Никто говорят, приправы не туго. Но вот, видите, есть такие приправы запакованные. Масло оливковое. Масло обычное. Все различные жимы, пудинги, макароны. Много-много макарон. С кашей здесь, конечно, туго. Здесь не продается гречка, не продается перловка. Продается только рис. Где тут, господи? Рис и овсянка. Макс! Иди сюда! Иди сюда! Вот, различные соусы. Надо будет, кстати, купить какой-нибудь соус и соус для папайо-салата. Вот. Устричный соус тоже есть. Ну, тут много, пожалуйста, консервов, которые хотите. Рыба, тюна там, что-то еще. Да, масло. Масло здесь очень дорогое. Что ты сделал? Ты чего раз ковырял хлеб? Макс! Здесь масло продается, но масло очень дорогое. Такое-такое вот. Видела я здесь, по крайней мере, в синемаркете. Может быть, это еще есть. Ну, здесь различные всякие. Грибы, заморозка. Конечно, никаких пельменей вы здесь не купите. Но зато здесь можно купить фар. Различные. Не надо мне. Положи. Вот здесь можно различную курицу. Курицу, курицу. Курица здесь у них, кстати, не ножки буша. Нормально, вполне себе курица. Очень такая свежая. Иди сюда! Больше ничего не трогай! Молоко, соки различные. Иди сюда! Вот он, как раз-таки, сыр, который мы берем. Здесь очень недорогой и очень вкусный. Мы берем вот такие вот всякие отличные сыры. Такой, последний раз пошел, покупал вот такой вкусный. Толяная бумага, салфетки для детей, памперсы, 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 салфетки. Вот различные печеньки различных фирм. Мюсли, пожалуйста. Ну, то есть все, что хотите, кроме фруктов и овощей в магазине, можно купить. Кстати, да. Милка. То есть можно... А, это Кэбри. Кэбри. Различные шоколадки. Ммм, вкуснятища. Видите? И Киткат. Киткат. Вы, кстати, такой не пробовали? Напишите в комментариях, попробовали такой Киткат? Надо как-то попробовать Киткат. Такой особенный какой-то может, не знаю, эгипетский. Мороженое. Орео. Мы будем брать с Максиком не орео. Мы будем брать с Максиком простое мороженое. Сейчас мы будем выбрать мороженое. Возвращение. Мы будем выбрать мороженое. Максика.